приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как запускать команды баш из истории выполненных команд в этом коллеги если вы на месте если вы готовы напишите пожалуйста плюс в чат ну или в комментарии если слышно нормально ми 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 ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко я сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет садико где мы помогаем студентам начать эти карьеру айти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-классы это новый формат обучения основанный на принципе learning by doing обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду рассказывать показать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь к сегодняшнему мастер-классу и так коллеги что же вам необходимо чтобы в сегодняшний мастер-класс как говорится получился 1 вам необходим linux ну у меня вот есть linux нас башен соответственно я здесь буду тренироваться это первый важный момент второй важный момент то что вам понадобится статья из нашего блога ссылку на эту статью вы можете найти в чате в описании под этим видео в комментарии под этим видео поэтому пожалуйста переходите по ссылке и соответственно вы сможете сделать control c control в да даже если вам лень печатать лень писать control c control в и все должно получиться поэтому переходите по ссылке и так традиционно начинаем с теории коллеги что важно то что все команды которые вы печатаете вот например в вашем терминале они сохраняются сохраняются да и бывает такое бывает такое что нужно каким-то образом не печатать эту длинную команду какую-то там да а хочется как-то как-то сделать так чтобы она запустилась повторно да то есть не перепечатывать и и вот сидеть я вспоминаю свою молодость когда я компилировал ядро фри безди там команда вот такие на это то есть вы пишете мэйк пробел бирт келн карнел пробел кернейм равно имя этого ядра и потом что там кто ментор нажимаете да потом install кернел карнейм make install кернел карнейм т.д.д. потом make clean а потом аж рыбу да то есть вот такая вот команда и вот это вот как бы вы запускаете все ну я буду там минут 40 колбасится да поэтому перепечатать да еще самое важное что если вы там где-то лоханетесь в имени там ядра например там дата соответственно надо было то будет ядро собираться по умолчанию не с вашими настройками а которые стандартной дженерик таким образом коллеги печатать вот такие команды очень неудобно вот возникает вопрос как сделать так чтобы не печатать команду а максимально быстро и и запустить повторно и соответственно чтоб все вас как говорится получилось и так значит что у нас тут по статье значит для этого есть такая команда history которая отображает все команды которые у меня были но все это так громко сказано на самом деле есть переменная которая называется хист сайс и вот это вот переменная как раз и определяет размер вашей истории да значит давайте посмотрим эко хист их хист сайс сайс да и соответственно видите у меня история команд таким образом по сути здесь вот у меня вся моя тысяча команд которые я как-то либо печатал у себя на своем ноутбуке ну давайте полистаем если хватит терминала моего то мы должны увидеть собственно тысячу до тысячу три вот тысячу три команда у меня было да а здесь вот у меня тысячи две тысячи три наверно до 2002-2003 да то есть к вот как раз история тысячу команд таким образом коллеги по сути мой линукс мой баш сохраняет все команды в истории и получается что мне просто нужно найти соответствующую команду и соответственно ее запустить дальше что важно то что вот история достаточно длинная может быть вам нужно вы помните часть команды но не помните всю эту команду можно воспользоваться перенаправлением батоком и фильтрацией соответственно я ставлю вертикальный слэш и здесь пишу греб а например дальше пишу какое-то ключевое слово hdmi я помню что значит для того чтобы включить тут вот пример жизненный пример вот у меня на ноутбуке для того чтобы включить дублирование экрана вот на плату захвата до чтобы вы могли видеть мою картинку то я ввожу специальную команду какую x-rand add mode hdmi 1366 на 768 то есть вот такую вот команду я каждый раз ввожу перед мастер-классом ну и коню понятно что я ее не помню так вот коллеги как же запустить вот эту самую команду для того чтобы каждый раз ее не печатать значит первое что вам нужно знать эту команду в истории в истории значит эта команда в истории у меня 1838 1838 таким образом чтобы запустить вот эту команду еще раз я пишу я пишу знак восклицания и дальше 1838 1838 нажимаю enter сейчас наверное картинка пропадет да ввожу пароль отсюда так моргнула наверное картинка и пожалуйста команда применилась ну и если я зайду в настройки своей системы настройки своей системы то пожалуйста у меня вот включился режим и соответственно вот мое разрешение таким образом команда отработала успешно или давайте еще посмотрим пример history вот у меня здесь была команда mc минус c а вот кстати посмотрите теперь моя команда с hdmi стала 2005 дальше я хочу команду запустить mc минус c а у икс да соответственно я ставлю вертикальный слэш и пишу 2001 почему 2001 ну потому что у меня она в списке 2001 2001 опа и у меня запустился midnight команда то есть вот таким вот образом коллеги вы можете вызывать соответствующие команды то есть нужно знать эту команду по сути в номер в списке вот этих вот самых команд и так коллеги это был вариант номер один запуска по номеру команды в списке истории да в списке истории но есть еще один вариант номер два коллеги это можно частично ввести значит способ запустить и команду по ее первым символом можно весь запустить команду по частично введенным символом да ну давайте тоже попробуем запустить я запущу midnight commander опять таки давайте да кстати важный момент что когда вы вводите команду history посмотрите здесь у меня midnight commander был 2001 да но сейчас у меня он сдвинется смотрите я смотрю опять history и теперь и теперь и теперь видите 2007 ага вот не он остался у меня 2000 где он до 2001 остался остался значит коллеги хочу запустить опять mc поэтому ввожу частично и так знак восклицания дальше mc mc да и все дальше аргу вот эти вот опции опции минус c а у x система допишет автоматически и так вводим и пожалуйста у меня все запустилось а вы скажете а точно опции дописались да потому что у меня здесь смотрите псевдографика а если я запущу просто mc то он выглядит они у меня там алиас наверное да наверное алиас мне прописанный но одним словом коллеги она дописывает дописывает вот ну или давайте попробуем запустить запустить какую еще команду запустить 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 вот то есть понятен принцип да соответственно вы можете вводить команду частично через знак восклицания и система найдет ее в истории и собственно запустит вот такие вот варианты значит по истории запуску команд все если у вас все получилось коллеги пожалуйста напишите цифру 1 если вы научились пользоваться истории команд с вас цифра 1 но я хотел бы продолжить расширить сегодняшний мастер-класс и соответственно возникает вопрос а где же определяется переменная хист сайс да то есть где определяется переменная хист сайс значит смотрим хист сайс у меня по умолчанию тысячу вот где же она определяется она определяется в файле баш рц баш рц значит коллеги по настройке истории есть у нас отдельно статья как узнать время выполнения команды хистеры команд в истории в линуксе ссылку на эту статью вы тоже найдете в описании под этим видео в чате вот здесь тоже рассказывается как это дело все настроить и так значит что важно то что история хранится настройки настройки истории хранятся файли баш рц вот он баш рц да поэтому мы открываем фаш файл баш рц баш рц баш рц и соответственно здесь вот смотрим да значит так так колорс хэм какая там так дефаут десерт надеюсь вам леднее стало и так значит здесь вот если листать чуть ниже вот она да соответственно посмотрите здесь у меня указано хист сайс посмотрите тысячу я вам рекомендую ваших системах настраивать историю команд не тысяч у меня здесь так по умолчанию но я вам рекомендую сделать историю команд коллеги десять тысяч вы знаете у меня на одном из серверов стоит история команд десять тысяч и вы даже не поверите это настолько удобно потому что сервер я настроил по моему три года назад и бывает такое что заходишь и забываешь что ты где ты как ты там настраивал но история в десять тысяч команд это прямо от царя гороха прям вся история все на свете есть дальше есть еще такой параметр как хист файл сайс это сколько сколько истории хранить в файле истории команд да значит сохраняем выходим выходим чтобы изменения вступили в силу нужно перезайти в башни я думаю вы это знаете да и так есть такой файлик называется называется где он делся башки стари где он делся вот тут 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 вот он башки стари да и по сути там вся история и хранится мы можем ее открыть лес . баш нижнее подчеркивание history 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 вот она да и пожалуйста вот мои все команды здесь вот есть есть значит так переходим в самый низ ну и вот тут какие-то вот они видите да значит history баш сурс башерц это да 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 то есть вот тут она чё-то у меня хранится вот такая вот интересная история то есть вот вот тоже чтобы понимали где эта самая история хранится вдруг вам понадобится значит следующее что хотел еще рассказать если да теперь вот эта статья которая вот вторая который я говорил значит вы в историю можете дописать время выполнения то есть что было видно не просто номер там 2010 например а что было видно когда вы запустили эту команду для этого опять-таки в файл башерц нужно добавить такую переменную которая называется хист тайм формат дальше в кавычках одинарных процент f пробел процент т пробел и закрыли кавычку да соответственно если добавить такой вот параметр перезайти в баш ну я открою заново еще одну вкладку себя в гайк терминале допишу history посмотрите у меня теперь есть дата вот она да есть дата и соответственно я теперь вот могу понять какие команды у меня когда были запущены но мне на самом деле так не очень удобно да то есть ну как бы зачем мне там знать конкретно в истории что я там когда-то вводил поэтому я этот параметр вытру но может быть кому-то не вытру закомментирую если вам будет полезно то еще раз хист тайм формат и там вы можете указать и соответственно соответственно будет у вас писаться время и так я это дело все вернул назад поехали дальше следующее что хотел с вами поделиться сейчас обязательно в чат кто-то из вас напишет а как сделать так чтобы команда не попала не попала в Emmett в истории я хочу ввести какие-то команды и хочу чтобы они не попали ну например команда где вы там запускаете что-то с логином пароле бывает такое да вот вы например там запускаете какой-то там скрипт где нужно передать логин пароль соответственно если вы вот так будете запускать как говорится в тупую в лоб то соответственно вот логин пароль сохранится в истории это не есть хорошо поэтому возникает вопрос а как же запустить так чтобы в историю команда не попала как это сделать коллеги очень просто для этого команду нужно начать писать с пробела то есть вот у меня новая строка в баше я ставлю пробел а дальше пишу саму команду команда у меня пускай будет тро ло ло тро вот такая вот команда до чтобы чтобы запоминаем и было итак нажимаем enter понятно что такой команды в системы нету но если я теперь напишу history то посмотрите у меня этой команды тролло лололо нету в истории почему нету в истории потому что эту команду начал писать с пробела таким образом если писать с пробела команду то история не сохраняется вот такие вот важные моменты и так коллеги значит с вас цифра 2 в чат если вы поняли где выполняется настройка истории это файл bash rc вот и какие там есть переменные помните какие там есть переменные в башер цена значит это his size вот вот если вы научились настраивать все это тело his size his file size и his time формат если вам это вот научились с вас цифра 2 в чат и это означает что вы супер-пупер молодец и так коллеги в кого все получилось цифра 2 в чат это здорово и так коллеги если для вас был да собственно сегодня мы с вами вот так вот поработали с историей в линуксе в баше конкретно если для вас был сегодняшний мастер-класс полезен оцените его лайком коллеги предлагайте темы для будущих мастер-классов все наши мастер-классы по сути по вашим заявкам по это может быть у вас что-то не получается нужно какую-то тему там рассказать объяснить там расчехлить и так дальше то пожалуйста предлагайте темы для будущих мастер-классов ну а если для вас интересна тема да так вот если было полезно коллеги с вас лайк подобайка нравлик ну или просто поставьте палец вверх ну а если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем devops то я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете в формате лен и байдуин то есть я вот так вот делаю вы за мной все повторяйте поэтому учиться на самом деле очень легко было бы желание и время да то есть я делаю вы просто повторяйте все получается у всех все получается у нас нету таких студентов которые говорят я что-то у меня там не получается все получается просто печатаешь за мной все вот история успеха очень простая что делать чтобы стать успешным просто печатаешь и все коллеги я объясняю вы повторяете. Поэтому приходите на курсы, вы систематизируете все ваши знания, разложите это дело все по полочкам, на выходе у вас будут международные сертификаты, и что важно, мы еще помогаем с трудоустройством. Поэтому добро пожаловать. Ну а на этом все. Ассалам алейкум, мирному вашему. Берегите себя своих близких, несите тяготы друг друга, помните, что сила в единстве, поэтому если у вас что-то не получается, то пишите комментарий под видео, пишите мне в личный WhatsApp, ну и вся наша команда будет вам помогать. На этом все. До свидания.